Всем привет! Думаю, что со спаржевой фасолью сталкивались все. Её можно найти буквально в каждом магазине. Но как её приготовить, чтобы это было действительно очень вкусно, та ещё задачка. В этом рецепте показываю все тонкости приготовления очень вкусной спаржевой фасоли. Берём спаржевую фасоль и отрезаем хвостики. Сейчас как раз сезон спаржевой фасоли, поэтому я использовала молодую. Для этого рецепта можно использовать и замороженную спаржевую фасоль. А затем разрезаем её на три части, вот таким образом. Нам нужно обработать всю спаржевую фасоль. Следующий шаг. Нужно закипятить воду и подсолить. Перемешиваем ложечкой. И закидываем спаржевую фасоль на 20 минут. Обязательно накрываем крышкой. А тем временем сделаем поджарку. Лук нужно мелко порезать. Вот таким образом. А тем временем спаржевая фасоль варится в подсоленной воде. Берём сковороду и отправляем туда растительное масло. Затем выкладываем лук. Всё хорошенько перемешиваем лопаточкой. И жарим до золотистого цвета. Морковку нужно помыть и почистить. А затем нарезать на слайсы. Вот так. Слайсы разрезаем на брусочки. Брусочки морковки отправляем к пожаренному луку. Всё перемешиваем лопаточкой. И накрываем крышкой. Из помидор нужно убрать кожицу. Для этого кладём их в кипяток на 5 минут. После этого кожица с помидор отлично отходит. После того, как сняли кожицу, берём помидоры и нарезаем на кусочки. Вот таким образом. Перемешиваем морковку с луком ещё раз. И отправляем туда нарезанные помидоры. Всё хорошенько перемешиваем. И накрываем крышкой. А тем временем нужно мелко нарезать зелень. Зелень можно брать абсолютно любую, которая вам больше нравится. Убираем крышку и нужно ещё раз перемешать. Затем добавляем соль, сладкую паприку. Перемешиваем. И чёрный перец по вкусу. Затем идёт зелень и чеснок. Перемешиваем. Зелень и чеснок кладём за минуту до завершения тушения. Перемешиваем. Поджарка готова. Накрываем крышкой. В готовую поджарку отправляем нашу спаржевую фасоль. Перемешиваем. И нужно протушить ещё около 1 минуты. Можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир. Замороженную стручковую фасоль варить меньше. Это блюдо красиво, полезно и божественно вкусно. А готовить всего 30 минут. Приятного аппетита!